Здесь у нас три ящерки и против ящерок у меня есть отличнейшее оружие, которое называется большая дубина. И как раз сейчас мы ее будем использовать. Всех трех за один раз, конечно же, у меня убить не получится. Будем убивать их по одной. Ящерки, как обычно, дают титанит, он нам необходим. Самая проблемная ящерка, это та, которая так и норовит упасть в яму. Ну, чтобы ей не позволить этого сделать, нужно как бы атаковать ее сбоку, то есть оббегать ее. Убегать ее с правой стороны. Но, не всегда это получается. Возможно, для этого придется сделать несколько заходов. Вот, примерно так. Чтобы продвинуться дальше по локации, нам нужно идти сюда, но предварительно нам нужно исследовать все, что у нас находится в левой ее части и также еще и вот здесь внизу. Так, сюда мы пока спускаться не будем. Туда можно попасть иными путями. И как раз я сейчас попробую это сделать. Здесь у нас ловушка. Давайте сменим нашу дубину на алебарду. Здесь у нас очередной злой дубинка. Который может меня убить, потому что... Потому что... Потому что... Потому что, блин. Он меня не убил, но он меня скинул. Ну, ладно. Придется сделать еще один небольшой круг. Камень и яда, гнилая смола. И... Здесь ни черта не видно. Вот черт. Здесь еще и скидет. Попробуем выбраться, чтобы нас не отравило. Так, войдем в месту, переведем дух и воспользуемся овненной бабочкой. Факел, конечно, не панацея, но все же позволит немножко лучше видеть, что здесь происходит. Человеческая фигурка. Но здесь особо ничего не происходит. Просто обычный туннель вперед. Как раз мы выходим в месте, где мы уже были. Так, факел можно пока погасить. Так, парень. Ты должен сломать вот эту штуку. Но тут парень так просто не хочет этого делать. Со второй попытки получилось. Здесь у нас факел. Старая пика рыцаря, старый большой щит рыцаря. Самоцвет и шелковистый камень. Так, почитаю я это немножко позже, после того, как либо свалю, либо сдохну, либо убью этого огромного гоблина. Очень сильно напоминает Фера Тора из Mortal Kombat X. Кто помнит такого бойца. Так, здесь у нас вроде все. Сюда получается я уже спускался, мне уже здесь делать нечего. И здесь у нас очень отвратительное место. Дело в том, что после того, как я сюда спущусь, обратного пути уже не будет. А там у нас самая настоящая ловушка. Целая куча искусственной нежити. Да. Барда против них. Далеко не самый лучший вариант. Сюда. Можно от них спрятаться здесь проходить. И выманить их на более открытое место. И хотя бы хоть как-то можно маневрировать. Один огромный минус это то, что Альбарда здесь просто против них сосет. Мягко говоря. Так, они отстали или нет? Я думаю, что здесь нам поможет рапира и кольцо со львом. Там еще и рабочий зачесался. Так, рабочий. только мешается. Все в кучу собрались. С рапирой, конечно, дела идти побыстрее. Да, насколько же все-таки рапира не было оружием. Так, Ну да, лунный серп, ух ты Подогнал мне такую штуковину Сначала я обследую все это место, а потом мы почитаем Фимиям простака Большой осколок Здесь ничего Большая душа, лучистый самоцвет Фимиям скептика Все это уже мы поднимали Скорть Танита Так, парень, давай-ка я тебя сразу убью Кто я тебя знаю И сюда лучше не падать Ничего там нет, кроме смерти И мы как раз опять же вернулись в место, откуда все начиналось Как раз отсюда мы берем этот предмет сверху Нечто окаменевшее Теперь мне нужно сходить и подкрепиться возле костра Давайте прочитаем, пока я не забыл То, что мы сейчас только что насобирали Лунный серб Большой серб с круглой рукоятью Тонкое стальное лезвие наносит страшные резанные рады Рассекает плоть и рвет ее, вызывая кровотечение Старый большой щит рыцаря Большой деревянный щит Щит принадлежит воину столь древнему Что не сохранилось никаких записей о его подвигах Это щит больших рыцарей из Хейда Так же, как и старая пика рыцаря Никакого интересного лора не содержит Ну что ж, давайте, наверное, вернем нашу Лебарду Чтобы усложнить себе жизнь С рапирой, конечно, все прекрасно Но хочется какого-то разнообразия И здесь у нас очень опасная зона Сверху лупит пироманка Снизу у нас два надзирателя Также огромные мужики с молотами А там наверху еще и можно разглядеть Нечто висящее на скале Ну что ж Давайте сначала обследуем Вот эти вот ядовитые пещеры Для этого нам понадобится факел И, возможно, обычный плод Я надеюсь, меня не заметят Тут у нас человеческая фигурка Большой осколок титанита Ползающий хрен Которого я не могу ударить Из-за того, что Моя Лебарда постоянно втыкается Отсюда я туда попасть не могу Ну да Тогда нам нужно прийти туда Другим путем Допустим, упасть вот в эту вот маленькую дыру Увидающая душа Кемьян простака И вот как раз мы сюда и выходим Так, ну у нас еще осталось еще одно Верси, в котором мы не были Хотя нет, наверное, там мы уже тоже были По-моему, это Нас приведет Да В то же самое место Просто мы как бы упадаем С середины этого Ядовитого туннеля Ладно Так, яд, давай уже Проходи Один плюс это то, что костер здесь Находится рядом Так Ну что ж Здесь также их можно Либо расстрелять Расстрелять издалека Либо Пытаться победить их Используя ближний бой Все осложняет Еще вот эти вот ползущие твари Там внизу Так И вот этот Черт с огромным молотом Который меня заметил Кстати, у меня же есть Пиромантия, которую я недавно поставил И совсем про него забыл Так Ну лук нам сейчас точно пригодится Так Главное не сводиться в яму Кстати, Лебарда даже его немного стагерит Упс Разменялись Так Вот Используясь Так Так Какой Какой Ползай, еще тварь. Еще осколок. Кусок. Вкончились. Скелет. Так, хамелеон. Заклинание, осколок титанита. Мать его, скелет. Драконий талисман. И катана. На самом деле, это не совсем катана, но здесь ее перевели как катана. Сейчас я вам покажу, что это такое. Так, и... Я думаю, нам опять пора вернуться к костру. Да, эти огромные дядьки часто роняют осколки титанита, поэтому даже можно тут немножечко пофармить их. Так, по поводу того, что мы только что подняли. Катана неизвестного происхождения. При ее создании использовалась необычная, но безупречная техника. Невероятно длинное лезвие позволяет наносить удары с огромного расстояния. Но необычная конструкция оружия делает его очень хрупким. Также она является, по-моему, самой тяжелой катаной. Вес у нее 10. Но также она является и очень длинной катаной. И на самом деле, эта катана называется сушильный шест. По-моему, в третьей части даже ее именно так и перевели. Также мы подняли заклинание хамелеон. Хамелеон, истоки этого заклинания, теряется в глубине веков. Оно позволяет вам слиться с местностью, замаскироваться. Те, кто боится того, чего не видят. Трусы, те, кто всегда верят своим глазам, глупцы. Но, к сожалению, я не могу использовать это заклинание. На него нужно аж 14 интеллекта. Но это заклинание аналогично серебряному талисману. Оно превращает вас в предмет интерьера. Допустим, вот такую бочку. То есть вы можете спрятаться. Это полезно в певи-пи. И в самый неожиданный момент нанести удар противнику. Ну что ж, отдохнем возле костра и отправимся дальше. Убрем пока эту катану. Вернем нашу алибарду. А вместо бинокля поставим пиромантию. Попробуем при помощи нее кого-нибудь убить. И мне под прошлым видео Алекс напомнил, что я возле гавлана забыл открыть сундук. За что ему большое спасибо. И давайте вернемся и посмотрим, что я там пропустил. Гавлан, как можно видеть, уже куда-то убежал. Ну а в этом сундуке всего лишь навсего грубый камень. Грубый камень, измененный волшебством титанит, меняет класс оружия на грубый. Не используется на щитах. Этот особенно прочный титанит увеличивает физическую атаку оружия, но снижая бонусы от силы и ловкости. Давайте используем косточку возвращения, чтобы быстрее вернуться обратно. И я буду вам очень благодарен, если вы мне будете напоминать, если я вдруг что-то где-то пропущу. Да, иногда глаз замыливается. Плюс еще бывает, отвлекает NPC и бывают такие вот казусы. Вроде как на ровном месте перед самыми глазами, но я умудрился пропустить этот сундук. Так, попробуем продвинуться сейчас дальше. Пробиться через огромных полых толстячков. Здесь есть два прохода. Можно пройти как вот здесь вот снизу, а также сверху. Но также здесь еще есть один проход, который можно вначале не заметить. Который приведет нас к одной очень знакомой статуе. Алтарь света. Здесь можно вступить в ковенант наследников солнца. Также мы получаем перстень солнца. И можем выучить жест. Послать солнца. Знаменитый жест серии Dark Souls. Также мы можем здесь передать медаль света, чтобы повысить преданность ковенанту. И эта статуя добавляет очень много вопросов. Кто играл в первый Dark Souls, тот наверняка помнит, что именно такая же статуя лежала в поселении нежити. В первом Dark Souls. И возникает вопрос, какого хрена она сделает здесь. Мало того, что здесь находится эта разрушенная статуя, так ведь положение всех ее кусков здесь находится именно в таком же положении, как и в Dark Souls 1. Но и это еще не все. Помимо этой статуи, здесь также можно увидеть вот как будто бы вросшую каменную стену кирпичную кладку. А также лестницу. Которая в точности повторяет то самое место, где и находилась эта статуя в первом Dark Souls. Из этого всего можно сделать, по идее, единственный адекватный вывод о том, что именно на этом месте и находилось несколько тысяч лет поселение нежити из первой Dark Souls. Как можно заметить, это место было давно погреблено под землей, его явно откопали. Конечно, возможно, что разработчики просто ленивые тролли и вставили статую из Dark Souls 1 просто в Dark Souls 2. Но тогда возникает вопрос, на кой черт было вставлять и кусок вот этой вот кирпичной вкладки. И эту лестницу. Они могли просто бросить куски этой статуи здесь. Непонятно. Ну, оставим это на совести разработчиков. И после этой статуи, по крайней мере, я практически на 100% уверен, что все-таки Лардран когда-то находился на этом же континенте, где сейчас находится Дранглик. Там можно наблюдать Голема. Ну, а здесь у нас еще один здоровяк. Здоровяк, который любит отравлять себя ядом. Можем заметить у него на спине огромную черную метку. Что говорит о том, что он проклят. И мы попадаем в земляной пик. Дадим этому парню отравить себя. Может даже вообще не наносить ему ни единого удара. Внизу можно наблюдать еще одного парня. И наверху у нас встречает веселая дама с пиромантией. Которую можно без проблем расстрелять снизу из лука. Нашпиговал ее стрелами. Если бы мы пошли по низу, то мы бы вышли вон там внизу. Но туда мы вернемся позже. Давайте сначала обследуем верхнюю часть. Вот эти вот бочки, в которых находятся смердячие полы, их можно ломать при помощи железных стрел. Посмотрим, насколько эффективна у нас пиромантия. 196 урона. Вау, вау. Вот козел. Ненавижу этих големов. Наверное, самые отвратительные противники в Dark Souls 2. В лохмотье заключенного. Самое интересное, я даже не могу нацелиться на этого рабочего. А он тем временем уже встал. Так, я еще забыл спуститься вот сюда. Фемиан-скептика. Фемиан-скептика. Так, здесь у нас ничего нет. Нету. Вот эти вот отправляющие грибы, ну, по крайней мере, которые похожи на грибы, на самом деле это жуки. Если посмотреть вниз, то можно разглядеть жука. Просто сверху у них вот такие вот наросты, которые очень сильно похожи на грибы. Так, здесь у нас еще один сундук. В котором ловушка. И всего лишь навсего факел. Здесь, по-моему, нет никаких иллюзорных стен. По крайней мере, в этой комнате. И давайте первым делом расправимся с боссом, а потом уже вернемся обратно. Алчный демон. Очень простой босс. Наверное, один из самых простых боссов в игре. Очень похож на жабу из Звездных Войн. Если вы хотите еще больше облегчить своего босса, то при помощи лука можно... Можно сбивать эти бочки с полными. И тогда он начнет отвлекаться на то, чтобы... Жрать их. Но, правда, когда он их жрет, у него очень сильно увеличивается защита. Ну, давайте посмотрим, как он их будет поедать. То есть, когда он его ест, я ему наношу всего лишь 117. Ого! И даже 75. Как только он перестал кушать, урон возрастает троекратно. Интересно, сколько будет снимать он в пираманте? 77. Да уж, маловато. Не хватало еще сдохнуть на этом боссе. Блин! И я благополучно это сделал. Ну что ж, надеюсь, со второго раза мне удастся его убить. А то это будет совсем позорно. А то это будет совсем позорно. Перекат. Еще один перекат. Еще один перекат. Еще один перекат. Хвост, насколько я помню, отрубить ему нельзя. Он, ух ты, он даже еще и так умеет. Победа. Душа лучного демона. Ну вот, взял за порог нечеловечность. Давайте ее вернем. И сразу же прочитаем его душу. Душа алчного демона, желающего пожрать все живое. Есть, значит, любить. Этот демон охвачен любовью и пожирает все, что волнует его сердце. Всю свою жизнь он страдает от одиночества. Это, наверное, единственный лор про этого демона. Вообще, если отталкиваться от первого Dark Souls, все демоны появились после того, как ведьма из Изолита попыталась возжечь первое пламя. И получается, что у нас есть два варианта, откуда здесь вообще демоны. Это либо они еще остались после эпохи Гвина, либо кто-то еще пытался возжечь первое пламя, например, Забытая Грешница. И я как раз склоняюсь ко второму варианту. Так, ну что ж, мы достигли костра. Можно восстановить фляги. И вернуться немножко назад. Чтобы собрать все то, что мы пропустили. Здесь также можно наблюдать вот эту вот лестницу, которая уходит куда-то там наверх. За вот эту вот плоскую текстуру. Немного криво сделано это место, конечно. Да, и после того, как я отдохнул возле костра, здесь все восстановились. Я думаю, ей хватило первого удара, но получив алебарды сзади, она даже не повернулась. Самоцвет жизни. И вот в это самое место очень проблематично попасть, чтобы не улететь вниз. В ядовитый бассейн. Лучше всего, конечно же, использовать атаку в паении, чтобы куда-нибудь не укатиться. Здесь у нас также есть ловушка, которая активируется по нажатию вот на эту вот кнопку. Мы ее можем активировать, отбежать и получить комбо от голема. Этого чертова голема. Который, к тому же, еще и наложил на нас кровопотерю. Против големов алебарда это, конечно, мрак. И так как эти големы очень читерские, а следующая локация содержит их очень большое количество, поэтому мы будем также против них использовать читерское оружие. нашу рапиру. Так, ловушка уже сработала, убила здоровяка. Там можно видеть сундук. Еще один голем. Сапоги голема. Так, и я вот не помню, это случайно не мимик. Да, скоро, скоро они появятся. Неожиданно, так сказать. Тяжелый арбалет и тяжелый болт. Душа. Сколок. Так, и здесь... Нет, здесь все-таки стены лизорных нет. Давайте отсюда спрыгнем сюда вниз. По идее... Да, е-мое. Еще големы еще кидают отравленными дротиками. По идее, если вы не хотите здесь лазить по вот этой ядовитой луже, то можно сюда прийти позже, после того, как вы сожгете мельницу, которая качает яд. И тогда, придя сюда, здесь этого яда не будет. Ну, в принципе, он не так много создает проблем этот яд здесь, поэтому можно, в принципе, чтобы не бегать туда-сюда, пройти здесь сейчас. Также используем здесь камень фароса. Так. Он откроет нам потайную комнату, в которой находится кольцо ядовитого укуса и душа гордого рыцаря. Кольцо ядовитого укуса, одно из колец укуса, прославившихся своим необычным видом, увеличивает сопротивление к яду. Схожий и даже зловещий облик этих колец намекает на то, что у них общее происхождение. Кем бы и не был создавший их мастер, он хорошо знал свое дело. Да, мы уже читали подобное описание. Вот видите, по идее, на английском описание звучит абсолютно одинаково, но переводчики умудрились перевести это описание по-разному. То есть здесь схожий и даже зловещий облик, а здесь похожий и отчего-то тревожный вид. Твою же мать. Они что там, не могли согласоваться между собой, что ли, эти переводчики? Так, здесь случайно нет. Никакой потайной двери. очередная встреча с лукотелью. Кольцо стальной защиты плюс один. Полезное кольцо. У нас пока еще нет ни одного кольца стальной защиты. По-моему, обычное кольцо защиты дает Солден, если умереть в игре сто раз и поговорить с ним, то он скажет, что ты слишком много уже терпишь и давай-ка тебе подарю кольцо стальной защиты, чтобы ты был немножечко попрочнее. К сожалению, я вот не знаю, какое кольцо на нее заменить, но давайте поменяем кольцо Кларантии. Солден, я увидел мои思考ы это варьет, я не знаю, Мои мемори варьет варьет, варьет варьет. Мощь варьет 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 варьет. Варьет варьет. Если все спали, что будет остаться варьет? Мне У меня был старый брат. Мы учились вместе. Он стал самым декоративным в мире. Я никогда не сравнился с ним. На самом деле, я никогда не уничтожил его. Не раз. Но потом, один день, он улетел. Слышен без прозрения. Теперь я уверена, что он был отбором. Если только кто-то услышал мою историю, мой брат тоже должен был приехать. И скоро я забыла даже о нем. Если только кто-то услышал... Похоже, Лукотель все больше теряет свой рассудок и рассказывает нам о своем брате. который, скорее всего, тоже пришел в Дранглик. Так, ну, мы все собрали. И, в принципе, нужно возвращаться обратно к костру. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ